Динамо Рига Один, три В 2011 год Евгений Набоков, Денис Крепешков, Максим Афиногенов Полуфинал конференции План, три, четыре В 2012 год Виктор Тихонов, Патрик Торресов, Владимир Тарасенко Финал конференции Динамо Москва Ноль Впервые Москва будет представлена В 2013 год Кевин Далмак, Михаил Вернахов, Яков Вальчук Заверите в проклятие? Говорят, что сумасшествие Это когда делаешь одно и то же Когда ждешь разного результата И если это так, то СК в этом году Он пасет как никогда Победители регулярного чемпионата КХЛ Впервые с момента создания лиги Изменили свои трансферные политики И стали усиливаться точечно А к плей-офф готовиться заранее Для многих стало шоком Снятие с поста главного тридемпфиттерского клуба Экспрессивного чеха Милоша Ржиги Оно и понятно Неужели у тренера команды Который занимает первое место В турнирной таблице Нет своеобразной индульгенции Против отставки? Оказалось, что нет И если СК возьмет Куб Гагарина В этом году Этот безумный на первый взгляд Поступок моментально превратится В гениальный ход Такова уж обратная сторона безумия Но для этого Юки Ялонину Приверженся более прагматичного хоккей Надо выиграть кубок А на руках у него не команда Флота СКА держал 36 побед в основное время В регулярном сезоне Такого результата даже близко ни у кого нет Это полная доминация И этому монстру будет происходить Атлан Которого бы не было в полу-офф Если бы не Минская трагедия Команду Сергея Светлова Бросало жаро-холод по ходу сезона Тренерские перестановки Кадровые перемены 11 поражений подряд И 14-15 матчей во второй четверти сезона Обмен символа команды в последнее время Николай Жердио в Акбарс И многое другое Лишь за счет усилия воли На финальном отрезке регулярки И промахов остальных конкурентов Атланта сумела скачать на подножку Уходящего поезда И тут СКА Без рай бесполезно До вас тоже Строго говоря Атланту практически нечего Противопоставить ни одной из линий СКА За одним лишь исключением Вратарский Голкипер Матищенцев Сталислав Калимов Занял четвертое место в лиге По коэффициенту надежности А также первое место в показателе отраженных бросков В СКА же Вратарском тандеме Южов Касутин Яно не достает стабильности И опыта выступлений в плей-офф Что может стать настоящей Охересовой битой Питерской командой Как и подобает мастеров этой команде СКА не прощает ошибок Наказание следует моментально Причем как за счет индивидуальных действий Так и за счет командных Если Атлан рассчитывает дать питерцам серьезный бой То от грубых ошибок Вроде подарка Ивана Вишневского Степану Санникову Придется отказаться Совсем Помимо грозной атаки Надежной обороны У СКА есть на руках еще один серьезный козырь Полнейшая преимущество в силовой игре Федор Федоров, Алексей Семенов И Евгений Артюхин Уже одним своим видом Могут нышить страх сердца соперников Особенно Артюхин Который лишний раз подтвердил в этом сезоне Что он не остановится ни перед чем Чтобы наказать своего обидчика Казалось бы Когда имеешь дело с плеядой звезд Одно, другое не отличить Однако даже в этом случае Всегда найдется самая яркая звезда Та, которая ярко сияет даже тогда Когда все остальные тухлы светят И в случае СКА Это норвежец Патрик Торос Устал капитана ВСКА после того, как команду покинул Илья Ковальчук Но Тороса не терялся даже при нем Во время локаута НХЛ звенок Ковальчук Тихонов-Тарасяка выходил на лед первым А тройка Тороса Мортенсен Пруха вторым Тороса набрал 51 очко в 52 матчах регулярно И ему наверняка не терпится выйти на лед опять Чтобы доказать, что прошлогодние 6 очков в 15 матчах Куров были досадные случайности И что он вновь может быть лидером команды в матчах на вылет Вы знаете, сколько лет Сандису Узвиншу? 40 И в свои 40 лет он сыграл 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ В среднем проводя на льду почти 21 минуту игрового времени И набрал при этом 20 очков Ровно столько же, как и год назад в Рижском Динамо 39 Семикратный участник матча всех звезд КХЛ Лицо матча звезд КХЛ 2012 года И обладатель Кубка Сцен является главным оружием Атланты в серии против СКА Его значимость для Атлантов трудно переоценить как на льду, так и за его пределами Это настоящий лидер команды И что уж там, легенды мирового хоккея Да, СКА явно фаворит этой серии Да, у них на руках фактически все козыры Да, Питерсы строили команды в плот в середине регулярного чемпионата Но у команд, которые попали в плот во многом за счет случая Есть один большой плюс Им нечего бояться Им нечего терять И им некуда отступать Тем более, когда за спиной Сам Санни Созелиндж Всем пока! Продолжение следует...